Примирились в суде два участника охотничьего инцидента в Книжпогодском районе. В октябре прошлого года возле села Турья Сыктывкарский охотник принял за лося местного жителя, который рыбачил на берегу реки Пожиг. Огнестрельное ранение груди повлекло тяжкие телесные повреждения и могли бы закончиться трагически, если бы виновник происшествия вовремя не оказал раненому первую медицинскую помощь и не вызвал спасателей. Репортаж Евгения Стокоза. Вот мы ехали в ту сторону, я вот так прицелился и выстрелил. Лось упал. Все, больше я выстрелов не делал. Несчастный случай на охоте произошел в октябре прошлого года. Сыктывкарский охотник приехал в гости к своему дяде в деревню Коник Няшпогодского района, который раздобыл путевку на лося. Родственники на лодке поднялись по реке Пожиг в свою охотничью избушку. Пробыли там несколько дней, но ничего не добыли и решили вернуться домой. Под конец пути им, как они думали, наконец улыбнулась удача. А шли оттуда сверху, да? Ехали сверху. Начали где-то метров за 150 где-то, видите. Вот я могу, наверное, возле кустов. Вот, увидели. Потому что собака у меня из-за поворота начала. Не, ну действительно, вот так было слишком. Он не шевелился. А, не шевелился. У Леши не шевелился, он стоял, понимаешь? Только выйдя на берег, охотники обнаружили, что в кустах лежит раненый мужчина. Оказалось, местный житель рыбачил и, заметив лодку, видимо, боясь рыбинспекции, решил затаиться. Сквозное пулевое ранение, которое было совершено из карабина под весьма символичным названием «Лось-4», повредило внутренние органы и ребра. Стрелок перевязал потерпевшего, постарался остановить кровотечение и даже вколол обезболивающее. Охотник оказал ему помощь, после чего с помощью сотовой связи сделал сообщение в полицию, а также вызвал скорую медицинскую помощь. Далее сотрудники МЧС на вертолете прилетели к вышеуказанному месту происшествия, после чего забрали потерпевшего, которому была оказана медицинская помощь. Первоначально проверкой инцидента занялся Княжпогорский отдел Следственного комитета. Не усмотрев события покушения на убийство, материалы были переданы в райотдел полиции. Там по факту причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности возбудили уголовное дело. Его в особом порядке рассматривал Кылтовский судебный участок. Мировая судья учла раскаяние охотника, то, что он загладил вину перед потерпевшим, и за примирением сторон прекратило уголовное дело. Теперь фигуранту останется лишь возместить ущерб Фомсу за лечение рыбака в районной больнице.